В конце августа Росмолодежь объявила о старте второго сезона заочного грантового конкурса. В поддержку этого проекта в разных регионах России проходят грантовые завтраки. Амбассадоры конкурса помогают желающим оформить проектную заявку и повысить свои шансы на получение субсидий. Подобная встреча прошла и в городском округе Люберцы. Как грамотно оформить заявку на участие в конкурсе, как выстроить командную работу при создании и реализации проекта и как его масштабировать? Ответы на эти и другие вопросы соискатели грантов получили от опытных экспертов, которые уже получили поддержку своих инициатив и готовы поделиться опытом. Мы максимально старались собрать тех участников, которые не только заинтересованы в такой деятельности, не только хотят привлечь дополнительное финансирование к своим инициативам и идеям, но и которые в первую очередь сейчас во втором сезоне конкурса Росмолодежь гранты будут подавать свои проекты до 24 сентября. И мы, конечно же, хотим со стороны администрации еще раз сказать, что мы готовы абсолютно любую помощь оказать ребятам, вплоть до какой-то информационной поддержки, административной поддержки, технической. Один из амбассадоров конкурса Росмолодежи Юрий Николенко в этом году получил уже четвертую субсидию. Его проект направлен на популяризацию донорства костного мозга. В рамках этого проекта мы реализовывали, информировали и включали в регистр всех желающих в возрасте от 18 до 35 лет. Собственно, эту мысль получилось донести дирекции форумной компании Росмолодежь. И получилось интегрироваться. И вот в этом году мы взаимодействовали вместе с национальным регистром во всех форумных площадках. Подать заявку на участие в конкурсе Росмолодежь гранты могут все, кому от 14 до 35 лет. Рассматриваются проекты любой направленности. В первую очередь важно, чтобы он был актуальным и задрагивал важные сферы.